Школьный двор давно не видал такую пёструю толпу детей. Вместо чёрно-белых строгих нарядов, буйства красок и национальных украшений. Тут и сербы, и молдаване, и грузины, и даже народы Крайнего Севера. Причём участники не представители именно этого этноса. Национальность здесь выбирали методом жеребьевки. Мы хотим сохранить этот хрупкий мир. И мы знаем, что не бывает плохих национальностей, а бывают просто плохие люди. И дети, за которыми будущее, должны это понимать. Каждой команде надо было представить национальный костюм, кухню, разучить песню и танец. Здесь же во дворе гимназии развернулась настоящая скатерть-самобранка. Всем желающим предлагали попробовать национальные блюда. С этим дети, конечно, сами бы не справились. Помогли родители. Мы представляем республику Дагестан. Готовились все с удовольствием днями и ночами. В общем-то, они спали, как видите. Столько всяких блюд приготовили. Старания сочинских ребят оценили друзья гимназии из Германии. Итоги отдельно подведут и педагоги. Главная же цель, отмечают организаторы, достигнута. Историю многонационального Сочи школьники выучили на отлично. Галина Моисеева, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.